Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Продолжаем тему производства пива. В этом видео поговорим о хмеле. Химический состав хмеля. Важнейшей составной частью хмеля является группа веществ, к которым относятся хмелевые смолы, дубильные вещества и эфирное масло, участвующие в технологическом процессе при производстве пива. Кроме них, хмель содержит вещества второстепенного значения, которые участвуют в процессе в незначительной мере или вообще не участвуют. Как натуральный продукт, хмель всегда содержит воду. Свежесобранный хмель содержит большое количество воды, около 75%, и поэтому не может храниться в первоначальном виде. После искусственной сушки при низких температурах до 45-50 градусов Цельсия, хмель обычно содержит от 10 до 14% воды. При содержании воды ниже 10%, хмелевые шишки легко раскрываются, и в результате этого происходит потеря лупулина вследствие его выпадения. Хмель с содержанием воды выше 15% не пригонен для хранения. Он легко подпревает и плесневеет. Хмелевые смолы являются основной и с технологической точки зрения наиболее важной составной частью хмеля. Они растворяются в этиловом эфире, которым выделяются при конвенционном анализе хмеля. После выпаривания эфира из остатков при растворении в метаноле получается фракция, содержащая все хмелевые смолы. Они в свою очередь делятся на мягкие смолы, растворимые в энгексане, и твердые смолы, нерастворимые в энгексане. Горькие вещества, присутствующие в пиве, получаются из исходных хмелевых смол. Частично они образуются в результате прямого окисления хмелевых смол в конечной фазе вегетационного периода. И главным образом при сушке и хранении хмеля незначительные доли их проходят через весь пивоваренный процесс без изменений и оказываются в готовом пиве. Основные фракции горьких веществ образуются косвенным путем при обработке хмеля в процессе пивоварения, преимущественно при его кипячении. Некоторые из образуемых фракций тождественны продуктом прямого окисления. Возможно, что уже и раньше знали о количестве веществ, образующих группу хмелевых смол. Однако до 1950 года наверняка были известны только две составляющие. Первоначально считавшиеся химическими индивидуумами, а именно альфа-горькая кислота или гумулон и бета-горькая кислота или лупулон. Позже Виндиш доказал, что альфа-горькая кислота при кипячении хмеля изменяется сначала в смолу А, которую Верцель назвал изогумулон, и далее в смолу Б и, наконец, в гумулиновую кислоту. Одним из новых открытий было открытие регби и бету-неа, что альфа-горькая кислота не является химическим индивидуумом, содержит две другие структурно-аналогичные вещества – когумулон и адгумулон. Тачил обнаружил также аналоги бета-горькой кислоты и назвал их колупулон и адлупулон. Позже Говард идентифицировал пре-аналоги и пост-аналоги обеих горьких кислот – прегумулон, постгумулон, прелупулон и постлупулон и два других аналога, пока не имеющих названия. Химизмом неспецифических мягких смол занимался Микшиш с целью создания системы классификации этой многочисленной группы веществ. Он обнаружил, что все вещества этого типа, содержащие циклопенотанотрионовые ядра, по-разному замещаются в положении 4 и 5, и поэтому обозначал их общим групповым названием резупоны. Отправной точкой для классификации хмелевых смол являются схемы, принятые на Конгрессе ЕВК в 1957 году в Стогольбе, которые обеспечивают основную ориентацию в многочисленной и постоянно пополняющейся группе органолептических горьких и негорьких составных частей хмеля. Хмелевые смолы, экстрагируемые из хмеля в этиловом эфиром, растворимые без нагрева в метаноле, классифицируются таким образом, как показано на экране. Мягкие смолы. Альфа-горькие кислоты, гумулоны. Основной составной частью альфа-горьких кислот является гумулон. Его формула и формула остальных известных аналогов выводится из общей формулы альфа-горьких кислот с замещением радикала в положении С2 бензольного ядра. Отдельные аналоги отличаются один от другого структурой, а именно боковой ациловой цепью. При том атоме углерода, который у гумулона изо-валерьяновой, а у когумулона изобутириловый, а у адгумулона альфа-метилмасляный и так далее. В этом видео будут демонстрироваться химические формулы. И если вы не успеваете их рассмотреть, вы можете остановить видео, поставив его на паузу, посмотреть на эти формулы и мы с вами пойдем дальше. Бета-горькие кислоты, лупулоны. В ряду бета-горьких кислот у большинства сортов хмеля главной составной частью является лупулон. Аналоги выводятся из общей формулы бета-горьких кислот точно так же, как и аналоги гупулона, и имеют такие же боковые цепи. Пропорциональное замещение аналогов в хмелевых смолах обусловлено генетически. Ванчура приводит как характерное для чешского хмеля соотношение гумулон когумулон от гумулон 80 к 10 к 10 и соотношение лупулон-колупулон от лупулон 60 на 20 на 20. В то время как у заграничных сортов хмеля главным образом у американских преобладают когумулон и колупулон. Хотя гомологи имеют специфические свойства основных членов ряда, тем не менее некоторые отклонения в их химическом составе, не зависящие от них, отклонения величины поляризации и других физических константок, считаются причиной расхождения данных в публиковавшихся ранее открытиях. По микшку, вероятнее всего, что гумулон с точки зрения пивоварения несколько более эффективен, чем остальные аналоги. Однако были высказаны и противоположные точки зрения. Как химические индивидуумы альфа и бета горькие кислоты хорошо изучены? В технологическом процессе хмелевые смолы участвуют не прямо, а как предшественники других образуемых в процессе пивоварения веществ, которые формируют горький вкус пива. По сути дела, речь идет о продуктах окисления и разложения, исходы горьких кислот, которые до сих пор являются предметом внимательного изучения. Неспецифические мягкие смолы – резупоны. Микшик различает альфа и бета резупоны, в зависимости от того являются они производными альфа или бета горьких кислот. По микшику теоретически можно вывести не менее 8 разных групп разных альфа резупонов и 4 группы бета резупонов, которые отличаются функциональными группами на основном циклопентатрионовом ядре, как показано в таблице на экране. В свежем хмеле обычно преобладают альфа резупоны. Старые хмели и хмелевые экстракты могут содержать большую долю бета резупонов. Альфа резупоны. Изогумулоны образуются при кипячении хмеля в результате изомеризации гумулонов, которые потом переходят в сусло и пиво. Изогумулоны являются производными с интенсивной горечью и создают горький вкус пива. Поэтому они очень важны с технологической точки зрения. Несмотря на то, что основная часть изогумулонов образуется при кипячении хмеля, их удалось обнаружить в уже хранящемся хмеле. Верзали сотрудники установили, что изогумулоны всегда встречаются в виде смеси трех и более аналогов. Кроме того, имеются смеси четырех подобных веществ, а именно изогумулона А, Б, алла изогумулона А и Б. При обычном процессе кипячения сусла с хмелем образуется около 60% изогумулона, Б, на общее количество изогумулонов. Эта реакция до сих пор технически неуправляема. С технологической точки зрения важно, что горький вкус имеют только продукты окисления или разложения, в которых сохранилось пятиуглеродное кольцо и боковой ацил при атоме С2. Другим условием горечи является размещение двойной связи в боковой изогексениловой цепи. Горький вкус имеют только изогумулоны с двойной связью в положении бета и гамма, например, алла изогумулонов А и Б. Технологический интерес представляет группа алло изогумулонов А и Б, а отдельных рядов апо, спирл и нор изогумулонов, которые по верзе льво образуются при кипячении хмеля, а также при преизомеризации хмелевых смол с щелочами, ультразвуков и т.д. Наконец, в хмеле и пиве была обнаружена группа апсоизогумулонов, обозначаемых 1, 2 и 3. Они образуются при окислении альфа-горькой кислоты изогумулонов и гумулинонов. Эти вещества не имеют горького вкуса, однако они хорошо растворимы в воде и обладают пенообразовательной способностью. Смолами Б считаются продукты разложения гумулонов. Иногда изогумулонов, которые возникают в результате отщепления изобутилальдегида. Смолами Б считаются продукты разложения гумулонов, иногда изогумулонов, которые возникают в результате отщепления изобутилальдегида. Гумулиновые кислоты считаются обычно конечными продуктами разложения гумулонов в результате изомеризации. Предполагается, что они образуются также из смолы Вкус имеет терпко-горький. Гомулиноны выделили из хмеля КОК и ГАРИС. Синтетическим способом их получили ГОВАРД и СЛАТР. Хмель содержит около 2% гомулинонов. Они образуются точно так же, как изогомулоны путем изомеризации альфа-горькой кислоты при одновременном слабом окислении. По сравнению с изогомулонами они менее горькие, однако их горечь более приятная. Гомулинон – это среднесильная кислота с величиной ПК 2,8, довольно горькая. Точка кипячения равна 72 градуса Цельсия. Когомулинон имеет точку кипения 111 градусов Цельсия от гомулинон. 119 градусов Цельсия. Прегомулинон и постгомулинон не характеризуются даже точкой плавления. Изогомулиноны образуются при окислении гомулонов наряду с гомулинонами. У изогомулинонов предполагается наличие того же ряда аналогов, как и у альфа-горьких кислот. Оксигомулиновые кислоты отличаются от кислот тем, что в структурной формуле имеют при Ц5 вместо равно H группу равно OH. Более подробно они не изучались. Бета-резупоны. Лу-путрионы обнаружили японские исследователи Куруива и Хошимота в сусли и пиве, как следующий продукт разложения бета-горькой кислоты. По структуре и свойствам они очень похожи на гулупоны, с которым находятся в пиве в определенном окислительно-восстановительном равновесии. Одним из продуктов окисления лу-путрионов является гулупиновая кислота. Гулупоны это продукты разложения бета-горькой кислоты, обладающие характерной и приятной горечью. Они были обнаружены шведским ученым Спецсигом и его сотрудниками, как в хмеле, так и в пивном сусли и готовом пиве. Хмель содержит обычно от 0,1 до 0,2%. Самое большое – 0,5% гулупона. По сравнению с изогулонами, их горечно охотятся в пределах от 1,3 до 1,2. Гулупон – это среднесильная одна основная кислота без карбоксильной группы, с величиной ПК плюс 2,7. Плохо растворимая в воде – 30 мг на литр. Хорошо растворимая в органических растворителях. А аналоги не были выведены. С технологической точки зрения важнейшим свойством хмелевых смол является и горечь. Горькие вещества в пиве прямо или косвенно получаются из первоначальных хмелевых смол. Продукты окисления хмелевых смол появляются уже при созревании хмеля и в небольшом количестве образуются при сушке и его хранении. Количественно наибольшим изменениям подвергаются хмелевые смолы при кипячении хмеля. Часть образующихся веществ тождественна продуктам окисления, уже содержащимся в хмеле. Однако основная часть их образуется заново. Изменения горьких кислот при кипячении сусла с хмелем очень сложны, и их взаимосвязь до сих пор подробно не изучена. По сравнению с альфа-горькой кислотой, бета-горькая кислота в сусли плохо растворима и трансформируется в ограниченной степени. Доказано, что альфа-горькие кислоты при кипячении хмеля сначала изомеризуются и переходят в раствор в виде соответствующих изо-соединений. Из гумулона образуется хорошо растворимый изогумулон, который частично изменяется в смолу В и далее в гумулиновую кислоту, которая не имеет горького вкуса. Для полного регулирования процесса изомеризации одного только изменения в продолжительности кипячения хмеля недостаточно, так как на степень изомеризации оказывает влияние многие другие факторы. Потери альфа-горькой кислоты возникают прежде всего из-за того, что трансформация ее не останавливается на образовании горьких на вкус составных частей, а идет дальше, вплоть до образования не горьких соединений. Наибольшие потери, причина которых до сих пор не выяснена, имеются в начале кипячения хмеля. Кроме того, от 8 до 10% адсорбируются в хмелевой дробине и посадках. Из основной части альфа-кислот, оставшихся в сусли, по данным некоторых исследователей, 60% присутствуют в виде изосоединений, а по данным других авторов, только 40-50%. Поскольку при брожении и других процессах возникают новые потери, окончательное использование альфа-горькой кислоты в пиве сводится к 30%, а иногда и меньше. Разложение бета-горькой кислоты идет через гулупоны, потом через лупутрионы к гулупиновой кислоте. Использование бета-горькой кислоты для придания горечи пива незначительно из-за ее плохой растворимости. Потери при кипячении хмеля составляют около 20%. В сусли было обнаружено 18% бета-кислот. Из них около 1 трети превратились в горькие вещества, а 2 трети неиспользованных бета-кислот адсорбировались в хмелевой дробине и горьких осадках. Незначительная их часть, оставшаяся в сусли, осаждается при главном выражении. Результаты чехословацких и других исследователей подтвердили, что и бета-горькая кислота при кипячении изменяется в растворимую форму. Опытное кипячение с чистой бета-кислотой, проведенное на полузаводской установке в Праге, Браники, показало, что горечь бета-кислоты равна 1 трети горечь альфа-кислоты. Обзор имеющихся сведений об изменении происходящих в хмелевых смолах и горьких веществах пива во время технологического процесса отражен в схеме Дирачевики, которую вы видите на экране. Из сказанного выше вытекает, что обычный пивоваренный, технологический процесс, с точки зрения использования горьких кислот, очень неэкономичен. На практике использование хмелевых смол можно повысить главным образом, за счет переработки предварительно подготовленного хмеля, или применения хмелевых концентратов, а также ультразвука при кипячении хмеля, а иногда путем возврата или экстракции хмелевой дробины. Наиболее эффективной является замена хмеля хмелевым экстрактом. Горькие хмелевые вещества, все смолы, определенные как фракция, растворимая в этиловом эфире, при конвенционном анализе хмеля по вельмеру делятся на три фракции. Первое. Альфа-фракция, то есть альфа-горькие кислоты, гомулон плюс гомологи, которые определяются путем осаждения ацетатом свинца в метаноловом растворе. Второе. Бета-фракция, то есть бета-горькие кислоты, вместе с мягкими смолами, которые определяются как фракция, растворимая в гексане, уменьшенная на альфа-фракцию. Третье. Гамма-смолы, то есть твердые смолы, содержание которых определяется по всем смолам. Фракция, растворимая в этиловом эфире, за вычетом фракции, растворимой в гексане. Салач приводит следующие величины. Хорошо сохраненный хмель содержит от 2 до 9% альфа-горьких кислот, от 6 до 8% бета-фракции и от 1 до 2% твердых смол, так называемой гамма-смолы. Все смолы обычно свежесобранного хмеля содержат не менее 35% альфа-кислот, от 46 до 48% бета-фракции и около 12% твердых смол. Если хмель содержит более 15% твердых смол от общего количества, значит он не свежий или был испорчен во время сушки. При содержании свыше 20% твердых смол хмель старый или плохо сохраненный. Содержание мягких смол колеблется у чехословацкого хмеля обычно между 12 и 14%, у других хмелей до 18%. При старении хмеля содержание мягких смол снижается от 8 до 10% и одновременно фракция твердых смол возрастает до 9%. Полифенольные дубильные вещества. Хмелевые дубильные вещества образуют по сравнению с солодовыми дубильными веществами более многочисленную группу. Они лучше растворяются в воде, более реакционно способны и, следовательно, менее стабильны. Вкусовые различия вытекают из разной степени дисперсности. Хмелевые дубильные вещества, благодаря более легкой окисляемости и большей восстановительной способности, а также большей активности в осаждении белков, предохраняют хмелевые смолы. Главным образом альфа-горькие кислоты от окисления и образования комплексов. Своим и дегидроционным воздействием они способствуют осаждению в других случаях неосаждаемых белков. В связи с этим они действуют как стабилизирующий реагент. Сначительная часть хмелевых дубильных веществ относится к группе флавоноидов. В хмеле, как правило, присутствуют гликозиды. Классификацией и химизмом хмелевых веществ полифенольного типа занимался Моштек, из работ которого далее мы и приводим данные. Моштек исходит из схемы Гарриса деления хмелевых дубильных веществ на 5 групп, включающих флавалоновые гликозиды, вещества типа хлорогеновой кислоты, антоцианогены, вещества типа кумаринов и свободные кислые фенолы. Флавалоновые гликозиды, вещества типа хлорогеновой кислоты, антоцианогены, вещества типа кумаринов и свободные кислые фенолы. Флавалоновые гликозиды. Типичным представителем этой группы является кверцитрин, то есть рамнозил кверцитина. Далее сюда относятся кемпоферитрин, мирицитрин и другие тригликозиды и полигликозиды. Флаванол квецертин – это 3-гидроксифлавон. В качестве сахарного компонента он содержит рамнозил кверцитрина, изокверцитрин глюкозил и рутин бета-Л-рамнозида-6-гликозил. Кемоферол – это пентагидроксипроизводное, у которого заместителем в положении 3-штрих является равно H. Кемоферитрин содержит в качестве сахарного компонента рамнозидорамнозил. Мирицитрин – это гексогидрооксипроизводное, у которого заместителем в положении 5-штрих является равно OH. И в качестве сахарного компонента он содержит рамнозил. Из-за кверцитрины и рутин были обнаружены также в японском хмеле. Губачек и тройна много сделали в области химиотоксономии хмеля, главным образом Жатецкого. В частности, определение содержания флаволоновых гликозидов и свободных флавонолов. Кроме флавоноловых гликозидов, которые определил Гаррис, они нашли в чешском клоне 26 еще кемоферол-3-равно-диглюкозид, кверцитин-3-равно-диглюкозид, кемоферол-3-равно-глюкозид и кемоферол-3-глюкозид. Астрогалин. Общее содержание флавонолов, выраженных как рутин, колеблется в хмеле разного происхождения в пределах от 0,14 до 0,85% в пересчете на сухое вещество. Вещества типа хлорогеновой кислоты. Хлорогеновая кислота и ее производные являются переходными веществами сапонина. Из общего содержания дубильных веществ на хлорогеновую кислоту в хмеле приходится значительная часть. К этой группе из производных N-гидроксибензойной кислоты относятся кислоты протокотеховая, галловая, ванилиновая и серинговая. Из производных кофейной кислоты кислоты кумаровая и фируловая. Некоторые из них в небольшом количестве содержатся в хмеле в мономерной форме. Другие образуются в результате кислого и щелочного или ферментативного гидролиза полимерных дубильных веществ. При окислении сначала образуются охиноны, далее олигомеры и полимеры. Фермент тиросиназа, одифенол, деленное на О2, оксидоредуктаза, ЕК, катализируют образование охинонов из хлорогеновой и кофейной кислот, которые могут диаминировать аминокислоты при отщеплении аммиака. Ферментативные реакции этого типа могут быть причиной известных в практике пивоварения, случаев побурения сусла и пива. Эти реакции ингибируют серное исходение хмеля, окуривание хмеля серой, а в пиве цистеин. Антоцианогены. Хмелевыми полифенолами этого типа являются антоцианидины. Их лейкоформы и главным образом производные 5,7-дигрокси-флавоновые. В радикалах от R1 до R5 это главным образом равно OH, равно H, и зредка равно ОЦ-3. К ним относятся цианидин и делфинидин. Их лейкоформы. Антоцианидины, то есть агликоны антоцианинов, образуются от флавилиум хлорида. Антоцианины содержатся главным образом в лозах красного и полукрасного хмелей, в прилистниках и кроющих листках шишек. Как правило, содержатся лейкоантоцианины. Структура лейкоантоцианидинов, которые являются вероятными предшественниками антоцианинов и антоцианидинов, не объяснена подробно. Кармино-коричневоокрашенные вещества, образующиеся при нагреве с минеральными кислотами, носят общее название антоцианогены или проантоцианидины. В химии пивоварения вещества, дающие антоцианогены, цианидин и делфинидин, иногда называют цианиген и делфиниген. Растворимые антоцианогены представляют погабоушу фракцию, которая остается в растворе после осаждения 20% сульфатом аммония. У большого числа сортов хмеля цианидины или цианигены во много раз преобладают над дилфинидином и делфинигеном. Бетт Смит и Лернира определили биогенетическую связь между антоцианогенами и лигнинами. У дикорастущего хмеля относительное замещение лейкоцианидина лейкодилфинидином, такое же как у культурного. Уже давно было установлено, что хмель содержит также D+, катехин, эпикатехин и их полимеры. Катехин является вторым компонентом основного биофлавоноидного антоцианогена хмеля. Если в положении 5 штрих вместо минус H имеется группа минус OH, речь идет о галлокатехине. Катехине образуют ряды изомеров и известные два изомера, транс и два циз, эпикатехин. При этерификации гидроксильной группы катехина и галлокатехина в положении С3, 3 штрих, галловой кислоты. Образуются соответственно 3-галлокатехин и 3-галлоилгаллокатехин. Характерным свойством катехина является их способность конденсироваться под действием солнечного излучения и кислорода воздуха в большие молекулы с ярко выраженным таинным характером. Кумарины. Кумарины в хмеле встречаются в виде агреконов. Известные гликозиды с кумариновым ядром получаются из кумарины замещением гидроксильными группами минус OH в положении 6, 7 или 8, из которых одна осуществляет гликозидную связь. Чаще всего речь идет о бета-Д гликозидах. Кислые фенолы. Эта группа является смесью большого числа кислореагирующих веществ фенольного типа, присутствующих в свободной форме. Хмелевое эфирное масло придает хмелю характерный аромат, который переходит в пиво в незначительном количестве. И хотя хмелевое эфирное масло с этой точки зрения имеет второстепенное технологическое значение, оно играет большую роль при торговой оценке хмеля. Это объясняется тем, что тонкий характерный аромат хмеля является признаком высокого качества и в определенной степени характеризует происхождение хмеля. Экспериментальные данные подтверждают тестую связь между хмелевым эфирным маслом и горькими веществами. Хмелевое эфирное масло – это сложная смесь углеводородов и кислорода, содержащих соединений, преимущественно терпенового ряда. С помощью газовой ароматографии и других методов постепенно удалось идентифицировать большое число компонентов хмелевого эфирного масла. По Янсену их насчитывается 200. Классификацией компонентов хмелевого эфирного масла занимались Моштык и Чепичка. Они разработали ее на основе данных, полученных Говардом, Ваттерн и Лангом. Углеводородная терпеновая фракция составляет от 40 до 80% хмелевого эфирного масла. Как правило, половина этой фракции монотерпены – С10. Остаток – это главным образом сесквитерпены – С15. Наряду с небольшим количеством веществ – С30. Основной монотерпен – это мерцен. Основные сесквитерпены – это кариофилены, гумулен и фарнизен. Эти четыре основные компоненты могут составлять около 90% хмелевого эфирного масла и являются обычной главной частью европейских сортов хмеля. Наоборот, у американского и австралийского сортов Golden Cluster гумулены и кариофилены встречаются в относительно небольшом количестве и преобладают селеноны, которых может быть до 38%, в то время как гумуленов бывает только 27% от общего содержания хмелевого эфирного масла. Кадинены содержатся, как правило, во всех сортах. Содержание фарнизена в значительной мере зависит от сорта. В европейских сортах – Тетнанг, Спальт, Стириан. Его бывает около 10% от общего содержания эфирного масла, а у американских сортов обычно меньше 1%. Образование и качественный состав хмелевого эфирного масла, так же как и горьких веществ, является генетическим свойством отдельных сортов хмеля. Сжатетский хмель характеризуется низким содержанием мерцена. Из опубликованных данных видно, что объем мерцена связан с объемом Ко-гумулона. Из общего количества хмелевого эфирного масла, равного от 0,5% до 2%, готовое пиво переходит 1,4% и влияет на органолептические свойства пива. По регби мерцен придает пиву резкий запах и жесткий вкус, в то время как гумулен и кардиофилены придают пиву благородный аромат. Пиво с благородным ароматом можно получать из хмеля с низким содержанием мерцена и высокой долей сесквитерпенов гумулена, постгумулена и кариофиленов. Этому требованию лучше всего отвечает жатетский хмель. Компоненты кислород, содержащие фракции хмелевого эфирного масла, оказывают существенное влияние на запах пива уже в небольших количествах. Соотношение главных сесквитерпенов, гумулена, кариофиленов, фарнизена зависит у одного и того же сорта хмеля от района его произрастания. Кислороды, содержащие фракции, имеют относительно большое число соединений, однако содержание их сравнительно мало. В них входят спирты, алифатические, терпеновые и некоторые другие, альдегиды и сложные эфиры спиртов алифатического и терпенового рядов. На кислород, содержащий фракции, приходится, как правило, от 15 до 40% всего эфирного масла. Численность отдельных компонентов велика и зависит не только от сорта, но в значительной мере также от сушки и хранения хмеля, поскольку они образуются под действием кислорода воздуха при повышенных температурах. Содержание свободных алифатических спиртов не превышает хмеля, как правило, 1% общего содержания эфирного масла. Янсен обнаружил энбутанол, изобутанол, эноамилалкоголь, гексанол, гептанол, октанол, нонанол, деканол, онодеканол, додеканол, нерол, линолол, гараниол, терпенол и неролидол. Из кетонов в хмельевом эфирном масле был обнаружен сначала метилононилокетон. Шормой первым обнаружил 2-унодеканол. Этот и другие насыщенные кетоны чаще встречаются в европейских сортах хмеля, чем в американских. Янсен обнаружил также среди карбонильных соединений кислород, содержащий фракции, кетоны с разветвленной цепью. Присутствие альдегидов в хмельевом эфирном масле только недавно доказал тот же Янсен. Присутствие альдегидов в хмельевом эфирном масле доказал тот же Янсен, который идентифицировал гексанал, гептанал, актанал, 2-гексанал, 2-гептанал, 2-актанал, нонанал, 2-нонанал, деканал, ондеканал, додеканал, тетродеканал и цитрал. Их содержание очень низкое. С помощью газовых ароматографий Янсен обнаружил в хмельевом эфирном масле 9 кислот от С6 до С10 с прямой цепью и от С4 до С10 с разветвленной. Его предположение, что они присутствуют в виде сложных метиловых эфиров, подтвердил позднее Робертс. Янсен обнаружил в хмельевом эфирном масле около 60 сложных метиловых эфиров с прямыми и разветвленными цепями и насыщенными и ненасыщенными связями. Из остальных сложных эфиров ацетаты, пропианаты, капронаты и гептануаты являются главными компонентами эфирного масла американских сортов хмеля, на которые приходится около 2%. В то время как на европейских сортах они почти не представлены. Сложно объяснить влияние хмельевого эфирного масла на вкус и запах пива. Говард и другие изучали насыщенность вкуса и запаха растворимых в воде компонентов хмельевого эфирного масла. Из полученных сведений вытекает аддитивность интенсивности запаха. При определении аддитивных запахов исходят из олфактометрических порогов и концентрации отдельных компонентов. На общее содержание эфирного масла в хмеле по шилфарту больше всего влияет климат, созревание и операции после вычесывания. Летучие компоненты хмелевого эфирного масла при кипячении хмеля улетучиваются, удаляются с парами воды до незначительного остатка, который считается составляющей запаха пива. При хранении хмель в результате естественного старения утрачивает первоначальный запах. Эфирное масло постепенно пульмеризуется, осмаляется или расщепляется с образованием кислот. Запах сыра, который имеет старый хмель, обусловлен образованием из-за валерьяновой и жирной кислоты. Вы посмотрели видео, посвященное хмелю. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно. Поделитесь этим видео в социальных сетях и ватсапе. С теми людьми, которым оно могло бы быть интересным. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.